18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Сейчас это все будет контролироваться светофорным объектом. Теперь только по правилам. Сегодня в Анапе одним опасным участком дороги стало меньше. Время идет, люди уходят, а их героический труд, их, более того, даже подвиги остаются только в памяти. Анапская полиция попала в переплет. В переплет книги, где отражена история ведомства, начиная с 19 века. Уникальный проект презентовали сегодня. Спорт в ритме танца. Ярко, дерзко и зрелищно спортсмены со всего края показали в Анапе класс по фитнес-аэробике. Муниципалитет удалось вернуть в собственность заброшенное здание на улице Парковой. Об этом глава города сообщил на общегородском планерном совещании. Рассматривается вариант размещения там военкомата. Переговоры с военным ведомством на эту тему уже ведутся. Также Юрий Поляков потребовал от подчиненных работать над наполнением бюджета и проявлять больше инициативы в наведении порядка в сфере торговли. Так сегодня выглядит заброшенное здание по адресу улица Парковая, 66. С 2011 года она находилась на балансе военного ведомства. И все это время объект стоял бесхозным. Надписи на стенах говорят о том, что здесь кипела отдельная жизнь. Как сообщил глава города-курорта, уже готовы акты приема-передачи из ведомственной в муниципальную собственность. Юрий Поляков ведет переговоры о возвращении в город военкомата. Теперь стоит вопрос, можно ли реконструировать здание, не пренебрегая безопасностью. Анжела Анатольевна, управление строительством. Я хотел бы, Валерий Жоржевич, вы, чтобы меня возьмите. Давайте комиссионно выйдем, давайте позвоним специалистам. Давайте посмотрим, что нам делать с этим зданием. Те плиты, которые прогнили, да, их надо убирать. Что со стенами? Может, надо какую-то экспертизу сделать, зашурфиться фундаментом и посмотреть, что происходит. На повестке дня – максимальная концентрация бюджетных возможностей. За две недели специалисты администрации выявили более 50 предприятий, которые зарабатывают прибыль в Анапе, а зарегистрированы в других городах. Следовательно, и налоги платят в других муниципалитетах или даже регионах. Четыре из них уже согласились зарегистрироваться в городе-курорте. Ну, что и мало. Я думаю, это мало. Ну, и не все отраслевые управления нам предоставили информацию. И по вашему поручению… Кто не предоставил отраслевые управления? Сельское хозяйство. Надо не только информацию предоставить, надо с ними проработать со всеми. Понятно, да? Еще одно поручение главы города – разобраться, как организована торговля на больших рядах. Необходимо, чтобы налоги платили все – и владелец, и предприниматели-арендаторы. Также Юрий Поляков поручил упорядочить уличную рекламу. Если вы хотите, чтобы в муниципальном образовании был порядок, вы должны кого-то наказать. Полиция знает. У полиции говорю никак. Так нам ничего не говорят. И все, замкнутый круг. Глава города потребовал, чтобы каждый проявлял активность в своем направлении, продвигал интересы муниципалитета в краевых, федеральных структурах, а также оптимизировал собственную работу. Юрий Поляков поблагодарил всех, кто принял участие в организации масленичных гуляний. Праздники прошли в самой Анапе и сельских округах. На этой неделе предстоит отметить День защитника Отечества. При этом глава курорта напомнил, что не за горами открытие курортного сезона, подготовка к которому уже должна идти полным ходом. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В городской администрации состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ноябре прошлого года в ряде учреждений, где школьники совершили противоправные действия, был проведен специальный мониторинг, проверена работа школьных психологов и то, как осуществляется контроль за трудными подростками и их досугом. В мониторинге охвачено 14 образовательных учреждений, 10 школ и 4 среднеспециальных учебных заведения. Служебные проверки в этой части должны проводиться таким образом. Вы должны оценить в момент преступления, где был учащийся, чем занимался, где был занят, как была организована занятость, как он посещал учебное заведение и оценить полностью всю профилактическую работу с этим ребенком и его семьей. В ходе мониторинга нарушения выявлены в 12 образовательных учреждениях. Руководители школ рассказали, каким образом строится профилактическая работа и какие меры приняты по устранению недостатков. Дополнительно с классными руководителями были проведены заседания методического объединения, на котором еще раз подробно рассмотрены нормативные документы, в части, касающиеся учета пропуска занятий, алгоритмы профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди учащихся. Проведены индивидуальные собеседования с классными руководителями, которыми были особые замечания по ведению документации классного руководителя и проведению профилактической работы. В течение 2017 года 35 подростков совершили 43 преступления. Наиболее часто из них – кражи. Комиссия еще раз проверит школы на предмет исправления замечаний. Движение по новым правилам теперь организовано на опасном перекрестке на улице Парковой. По решению Комиссии безопасности дорожного движения, около месяца назад там был установлен светофор. Все это время он работал в тестовом режиме, шли пусконаладочные работы. И вот сегодня этот перекресток стал по-настоящему регулируемый. Этот перекресток – один из самых аварийных участков в Анапе. ДТП здесь происходили чуть ли не ежедневно. Но с сегодняшнего дня он должен утратить свой печальный статус. Теперь перекресток регулируемый. Современный светофор по заказу ЖКХ и нашей администрации, он выполнен светодиодный, современный, который видно и в дневное время хорошо, это уже не ламповый. Была аварийность большая, люди не могли перейти в нормальную дорогу, а сейчас это все будет контролироваться светофорным объектом. Работу нового светофора на месте оценивают представители ЖКХ и ГИБДД. Сейчас цикл на движение транспорта составляет чуть более минуты, а для пешеходов – около 30 секунд. Но, возможно, будут корректировки. Сегодня запустили в тестовом режиме. Сейчас посмотрим по времени, кому больше предоставить движение. Либо где-то убрать, где-то добавить. Как бы уже видим, что не хватает времени для движения по улице Парковой. Будем добавлять, наверное, до 80 секунд. Ну и как бы даже в таком варианте уже видно, что безопасность уже обеспечена. Теперь здесь организованный пешеходный переход. Соответствующую разметку нанесут в ближайшее время. Но жители района уже положительно оценили новую организацию движения. С ними солидарны и водители. Мы так радуемся, что появился световар, потому что действительно страшно было здесь переходить дорогу. Просто невозможно. Водители не хотят останавливаться ни в каком. Теперь я ребенка могу спокойно отправлять в школу одного, потому что есть светофор. Спасибо. В этот период здесь масса народа и товарник постоянно происходит. А в час пик здесь тоже самое. Вечером не проедешь. Поэтому я думаю, что он здесь необходим. Пока еще не все водители привыкли к изменениям. Хотя время для этого было предостаточно. Светофор здесь установили почти месяц назад. Первое время на этом участке за соблюдением требований светофора будут следить дорожные инспекторы. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Полиция Анапы – 170 лет на страже правопорядка. Сегодня в Центральной библиотеке прошла презентация книги об истории Анапской правоохранительной службы. Уникальное издание – результат совместной работы историка Зинаиды Харалдиной и подполковника милиции в отставке Геннадия Бурцева. О создании книги и истории полиции, начиная с 19 века и до современных дней, авторы рассказали студентам, будущим полицейским. Эта книга – настоящий артефакт для тех, кто интересуется работой полиции, ее прошлым и настоящим. Над проектом авторы трудились почти пять лет. Три года архивной работы, один год на обработку материала и еще около года на написание текста и издания. Уже с первых строк читатель может открыть для себя уникальные факты. Оказывается, в 19 веке управлением города и решением всех важных вопросов занимались полицейские. Состав этой команды, которая управляла городом, он был полицмейстер, судебно-исполнительный пристав назывался. Но на самом деле у него были функции помощника полицмейстера. Секретарь, два дела производителя и в штате полиции была повивальная бабка. Потому что в городе не было больниц, никаких амбулаторий, вообще лечебных заведений. И бабка находилась в штате полиции. Не менее интересные факты представил и Геннадий Бурцев, соавтор книги. Он рассказал о работе правоохранителей в годы Великой Отечественной войны, о службе полицейских в горячих точках и противостоянии преступности в лихие 90-е годы. Время идет, люди уходят, а их героический труд, их, более того, даже подвиги остаются только в памяти. Память – дело такое. Сегодня помню, завтра забыл. Поэтому, знакомясь с архивными материалами, знакомясь с документами, рассказывающими об истории анапской милиции, я решил объединить это все под одной обложкой. Многие эти и другие факты из истории анапской полиции отражены и в документальном фильме, созданном нашей телерадиокомпанией специально к юбилею ведомства. Его также презентовали сегодня. Многие студенты признались, что книга в будущей профессии станет настольным справочником. Побывал на этой замечательной встрече ветеранов, историков, библиотекарей. Я думаю, книга очень замечательная. Скорее я ее сам прочту и советую всем своим одногруппникам, однокурсникам прочитать эту книгу. Думаю, она очень будет интересная. Экземпляры книги будут переданы во все библиотеки муниципального образования. Доступны для чтения они станут уже в самое ближайшее время. Руслан Душевский, Анапа-регион. Праздник красоты и грации. В Анапе прошли официальные соревнования Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края по фитнес-аэробике. В них приняли участие 35 команд со всего Краснодарского края. Первенство является отборочным туром. Победители отправятся на чемпионат России. Фитнес-аэробика Фитнес-аэробика – массовый и зрелищный вид спорта, включающий в себя элементы спортивной и художественной гимнастики. Команды из 5-9 человек. Основная сложность – синхронно выполнить все движения и составить их в единую композицию. И так как это командный вид спорта, многое зависит в том числе и от сплоченности коллектива. Мы стараемся прислушиваться друг к другу, делаем все сообща и у нас хорошие отношения. В Анапе аэробикой занимаются более 200 детей. Этот вид спорта культивируется на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер один, руководство которой планирует вывести это направление на новый уровень. На очень высоком уровне у нас развивается этот вид спорта. Он массовый, красивый и заслуживает внимания. Мы будем делать все, чтобы этот вид спорта развивался. Своё мастерство на паркете продемонстрировали 35 команд со всего края, стараясь удивить жюри сложными движениями и акробатическими элементами. Уровень подготовки высокий, но и критерии оценки весьма строгие. Судьи оценивают синхронность, качество исполнения, повторы, много критерий оценок. И, конечно, на вид он кажется, что очень лёгкий. Это примерно синтез гимнастики спортивной и художественной. Он гармонично развивает и гибкость, и координацию движения. Все физические качества, которые, в принципе, и самое главное, он безопасный. По результатам чемпионата анапские спортсмены взяли две золотые и две серебряные награды. Победители состязаний выйдут на следующий этап и отправятся на чемпионат России уже в начале апреля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. 11 порций шаурмы за три минуты. Новый рекорд России установил Анапчанин в эфире популярного телешоу Первого канала «Я могу». Наш земляк Артём Геносян на проекте показал не только свои виртуозные кулинарные способности, но и настоящее шоу летающих ножей. В итоге, ярко и зрелищно, всего за 180 секунд он приготовил 11 порций шаурмы, получив диплом рекордсмена России и денежный приз – 50 тысяч рублей. Артём Геносян работает поваром в одном из местных ресторанов и уже давно стал самым популярным шаурмейкером не только в Анапе, но и далеко за её пределами. Его авторское приготовление любимого лакомства курортников всегда собирает десятки зрителей и тысячи просмотров на Ютубе. Далее информация о партнёре программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведёт строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надёжную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова